Друзья, добрый день! Тема дискуссионная. Наши читатели высказывали самые разные мнения на этот счет, но я поняла одно, что всех волнуют истоки этой самой детской жестокости. Откуда все-таки ноги растутся, может так выразиться? В первую очередь это гены, это обстановка, это воспитание, что это? Там очень много всего. Ответ на вопрос будет зависеть от того, дети какого возраста идет речь и какие именно проявления этой жестокости. Например, одно из самых таких частых жалоб, которые панику у родителей вызывают, это когда дети мусиком их мучают, крышки отрывают. Если это там четырехлетний ребенок, то это одно дело. Если там десятилетний, то тоже вопрос, почему он это делает. То есть в каких-то ранних периодах это просто исследовательская деятельность, и ребенок просто не понимает, чем отличается, когда он колесо у машинки открутит или рывок оторвет. То есть у него еще нет сочувствия, у него еще нет понимания, что это живое существо и так далее. Часто такое вот острое внимание к этому детей бывает как раз в период, когда они переживают идею смертности, смерти. Четыре-пять лет они открывают для себя идею, что все умрут. И они как-то не могут это осознать, не могут понять. А детям свойственно в действии в игре осознавать какие-то такие идеи непростые для себя. И часто дети, например, через то, что муравья наступил на него, убил его, он пытается осознать, как это, в каком смысле это безвозвратно. Встанет ли муравей потом и поползет, можно ли починить, можно ли пожаловаться маме, чтобы она починила, можно ли поплакать, поможет ли. То есть это вот такое осознание идеи. Ну а что может быть таким, скажем, первым звоночком, что ли? То есть я из ваших слов поняла, что если 4 годика ребенок там мучает насекомых, то в общем-то здесь не стоит бить тревогу, правильно? Потому что это способ познания мира окружающего. А когда стоит бить тревогу? Ну поэтому мы не говорим о крайних случаях, которые у нас в принципе широко встречаются. А если ребенок, который уже в общем-то во всех остальных отношениях более разумный, там 8-9-10 лет, например, обижает животное не в смысле, что он там так заигрывается, что не контролирует свою силу, это как раз понятно. А если прям целенаправленно причиняет боль кошке и так далее, то за этим уже какое-то неблагополучие стоит, и надо выяснять, что. То есть что заставляет ребенка это делать. Ну в таких вот, когда это вот в таких сильных формах, да, очень часто это дети отрабатывают свои травмы. Поскольку я в основном работаю с приемными детьми и с родителями, вернее, приемными, которые хотят приемных детей, очень часто дети через вот такие вот довольно жестокие игры с домашними животными отрабатывают свои травмы. То есть ребенок, которого выбросили из семьи, да, из дома, да, он выбрасывает котенка в окно, чтобы как бы отработать, отыграть, осознать то, что с ним произошло. Ребенок, который был там в доме ребенка, где очень часто уход приобретает форму жестокости, поскольку с детьми обращаются не индивидуально, не ласково, да, не с учетом состояния, потребности ребенка, а на конвейере, да, всех там подряд как-нибудь там моют, кормят и ухаживают за ними, то родители рассказывают, что ребенок начинает воспроизводить это тоже в игре. Например, там вроде как он ухаживает за кошкой, да, ну, либо он ей там ложку в горло сует, так что она уже не знает, куда деться, либо он ей ногти с мясом отрезает, да. Это он воспроизводит этот опыт жестокого ухода. То есть очень часто дети отрабатывают вот в этих играх свой собственный опыт перенесенного насилия. Много бывает, что это групповое действие, и, ну, вот одна из самых таких тоже серьезных проблем – это групповая жестокость детей и подростков. Ну, вы мне скажите вот именно свою позицию, да, все говорят о том, что сейчас вот, ну, скажем так, наблюдается всплеск агрессивности у детей. Действительно это так, или это просто СМИ начали освещать это достаточно широко, и все узнали о том, что проблема существует. Но так оно и было на самом деле. Или же это действительно вот сейчас? Ну, вот мне кажется, в чем дело? У детей есть склонность к насилию просто потому, что им надо обладеть идеей насилия, и им надо как-то вот с этим всем разобраться, да, кто сильный, кто не сильный, кто кого победит, кто может кого обидеть. Поэтому, если мы возьмем просто группу детей, скажем, там, младшего школьного, младшего подросткового возраста, то там обязательно начнутся вот эти вот разборки, да, кто кого обидит, кто кого побьет, кто кого… Это, в этом смысле, такая программа почти животная, да, вот такая, от зверюшек. Им нужно групповую урархию установить, им нужно узнать, кто… Особенно мальчики, да. Девочки обычно вербальными способами друг друга опускают, а мальчики – плаками, да. То есть мальчики, они более жестокие или нельзя? Ну, я не знаю, это может быть, может от слова быть больнее, чем от удара в глаз, да. То есть просто, ну, девочки обычно опускают друг друга издевками, насмешками, там, обструкцией, там, чем-то таким. А мальчики, они, ну, честно, дерутся. Их, так сказать, стиль. И тут все зависит… Это нормально в каких-то пределах. До тех пор, пока это подвижная система, пока сегодня ты меня побил, завтра я тебя побил, да, ну, как-то вот так вот. Опасно это когда становится? Когда в группе детей, устойчивой группе, закрепляется устойчивая роль. И появляется кто-то один, кого вот бьют, и кто-то один, кто является инициатором насилия, натравливает. Если такая группа остается без присмотра взрослых, надо понимать, что дети сами с этим импульсом справиться не могут. Они слишком сильные, они слишком их затягивают. Ну, это вот было описано в литературе, в известном произведении «Повелитель мух», там, у нас это вот «Чучело» было про это, да. То есть если такая групповая динамика в группе детей начинается, дети сами ее остановить не в состоянии, они не справляются. Это сильнее их. Это воронка, которая засасывает, и ребенок, который вытащит его оттуда, и он будет, ну, ребенок как ребенок, да, вполне себе там добрый, сочувствующий и нормальный абсолютно. Попав вот в эту воронку, в этой мощной групповой динамики, он начинает делать дикие совершенно вещи чудовищные по черствости какой-то там, жестокости, да. И так, чтобы потом невозможно поверить, да, там родители когда-то узнают, говорят, может быть, чтобы это был мой мальчик, моя девочка, ну вот же вот он. Совсем так. Единицы есть детей, которые обладают таким сильным внутренним стержнем, что они могут противостоять этому групповому давлению, да, и отойти в сторону. Это как, никак нельзя, как бы, их к этому, ну, считать, что они должны, да, то есть это своего рода одаренность, да, такая этическая стойкость, это такая же одаренность, как, ну, чувствительность к этим вопросам, там, нравственности, да, справедливости, такая же одаренность, как, там, музыкальный слух, да, она не может быть у бабального всех. Поэтому, собственно говоря, дети этого возраста нуждаются в руководстве взрослого. И этот взрослый должен быть не формальным лидером, а он должен быть лидером. Он должен обладать харизмой, он должен обладать авторитетом, силой внутренней для детей. Тогда он может эту воронку использовать, ну, во благо, например, для каких-то, для развития, для обучения, для чего-то другого, да, когда он руководит ею, когда он сверху. С этим у нас большие проблемы, потому что, если, допустим, там, в каком-то архаичном традиционном обществе на роль вот этих наставников выбирались всегда люди самые сильные, харизматичные, интересные, яркие, может быть, не похожие на других, но сильные. У нас сейчас такая ситуация, когда вот эта педагогическая сфера, она стала таким отстойником для тех, у кого ничего больше не получается. То есть, есть, конечно, и сейчас, к счастью, да, тренеры, там, руководители кружков, учителя, которые вот обладают всеми качествами наставника. Но, к сожалению, то, что мы наблюдаем, что все меньше и меньше. Сама вот эта регламентированность этой сферы, само то, что люди постоянно там, сами вот эти педагоги находятся в униженном подчиненном положении, она приводит к тому, что харизматичные, сильные люди оттуда уходят. Они не могут в этой сфере жить. Ты не можешь быть по отношению к начальству постоянно, так сказать, в позе подставления, а потом приходить к детям в харизматичной роли. Это невозможно. Остаются те, кто может существовать в ситуации униженности, в ситуации подчинения, в ситуации контроля, в ситуации, когда от тебя ничего не зависит. А что они могут дать детям? Они не могут обладать этой энергией. У них нет внутренней силы, чтобы эту воронку удержать, подчинить и направить в хорошее русло. Поэтому мы наблюдаем вот этот эффект, который мы воспринимаем как всплеск детской жестокости. Дети всегда одинаковые. Дети такие же, я думаю, сейчас, как и были. То есть у них есть возрастная потребность, они ее реализуют. Нет лидеров взрослых. Вот это вот сломалось из системы наставничества. Откуда берется у наших детей такая, скажем, тенденция, я бы так, наверное, это называла? Они не просто издеваются, а сейчас еще снимают это все и выкладывают видео. Причем абсолютно дети в таком возрасте, не знаю, 14-15 лет, когда бы можно было вообще понимать, что, собственно говоря, вы сами себе подставляете хотя бы с этой позиции, даже немножко подумать. Но, тем не менее, они никаких параллелей не проводят. Откуда стремление еще показать миру? Ну, потому что для них это про самоутверждение. Когда мы побили его, все посмотрите, какие мы крутые, а он ничтожество. В этом возрасте еще такая этическая некая такая тупость есть, да? То есть у них еще не развито полностью моральное чувство. А очень, ну как, здесь доказательство. Посмотрите, вот мы крутые, да? Мы победили его. Это дополнительное насилие, когда твои побои выставляют на всеобщее усмотрение, это дополнительное насилие, дополнительный акт унижения. Просто сейчас есть возможности для этого, да? Раньше они просто рассказывали, как мы тогда этого отметили, а сейчас они могут заснять и повесить. Ну что ж, я предлагаю дальше двигаться по вопросам наших читателей, которые, я думаю, помогут нам развить нашу с вами тему. Вот какое послание нам пришло Дениса Парамонова. Достаточно длинные вопросы, так что вы уж, Людмила Владимировна, готовьтесь. Мой вопрос о детской агрессии в еще более раннем возрасте, причем по отношению к своим родителям. Девочке 3 года, в целом она покладистая и послушная, но часто бывает, что находясь в эмоциональном возбуждении, в возбужденном состоянии, допустим, с чем-то не согласна, не хочет спать, она бьет по лицу маму или папу, бабушку, дедушку, в общем, родственников. Доводы, что другому человеку больно, пока не воспринимают. Угроза наказания пугает ее не сильно. Да и какое наказание должно быть в таком случае? Возвысишь на нее голос, хлопнешь по попе, она пахнычет немного и все забудет. Или к другому родителю за поддержкой бежит. Как реагировать в этой ситуации? Что вы можете посоветовать? Есть опасения, что это вседозволенность, и крепиться у нее войдет в привычку, затем будет проявляться в более жестокой агрессии и к родителям, и к чужим. Ну, прежде всего, не запугивать самих себя какими-то фантазиями о том, что она там вырастет и всех вокруг покрушит капусту. Это не так. Для трех лет это нормальное достаточно поведение. Это проявление кризиса негативизма, который бывает в 2-3 года, когда ребенок осваивает идею конфликта, столкновения интересов, когда он пытается переварить ту мысль, что, оказывается, родители, которые до этого все делали, что я хотел, вдруг хотят что-то другого. Ведь он уже может объяснить, что он хочет. А когда он объясняет, что он хочет, а родители вместо этого делают что-то другое, для него это, конечно, очень такая ситуация непонятная. Я ясно объяснил, что я не хочу идти спать. А они опять с этой пижамой. Вот как-то не то в этом. Он возмущается, он сердится, он еще не может свои чувства упаковывать, он не может их удерживать, он не может их контролировать. Он не может в тот момент, когда он сердится, что мама его укладывает спать, помнить, что вообще-то на самом деле все равно он маму любит, и она его любит. И сейчас это такой временный конфликт. Его гнев захватывает его полностью. Поэтому, естественно, он делает все, что может делать, то и делает. И ругается, и пинается, и брыкается, выгибается, кидается предметами, дерется и так далее. То есть тут надо просто не пугаться этого. Помнить, что все-таки это маленький ребенок. Конечно, в этом возрасте совершенно еще не работает. идея сочувствия, что другому человеку больно. Об этом имеет смысл говорить, но просто, чтобы постепенно как-то эта мысль внедрялась. Но не надо питать иллюзии, что ребенок услышит, поймет и как-то... То есть ребенок должен научиться удерживать свои сильные чувства. А как он может это научиться? Точно так же, как всему остальному. Как мы учим его кушать? Мы сначала ему сами ложкой, мы же не объясняем, что надо, мы ему сами берем ложку и его кормим. Покормили какое-то время, потом он начинает ручкой вместе с нами за ложку держаться, потом он ложкой. У него так постепенно, любой навык, какой мы не возьмем, он вот так вот постепенно. Мы сначала делаем это для него, потом вместе с ним, помогая ему, потом он справляется сам, потом он начинает это делать для других, потом мы уже смотрим, как он формит куклу. То есть у него этот навык уже в активный переход. Точно так же идея справляться с гневом. Когда ребенка разносит этот гнев, для малыша это не то, что он делает, а то, что с ним случилось. Для него это какое-то вот это вот состояние, которое напало на него, и оно его куда-то несет, куда-то крутит, он ничего не может этим сделать. Поэтому родитель, собственно говоря, может ему помочь на первых порах, да, упаковать этот гнев. Как мы это делаем? Просто сгребаем ребенка в охапку, чтобы он не мог драться физически, да, мы его прижимаем, мы его обнимаем и держим его, показывая его, что мы его защищаем от его собственного гнева. Он побрыкается, выгибается и в какой-то момент просто поплачет и утихнет, да. То есть мы таким образом помогаем ему перевести гнев в его протест против того, что надо ложиться спать. Ну, в какие-то слезы, какую-то грусть по этому поводу, что вот как грустно надо ложиться спать. После этого наступает расслабление, стресс отпускает, после этого он может заснуть. Когда мы много раз делаем это для ребенка, у него вот этот механизм, как бы он выучивает, закрепляется. Потом мы можем, например, наблюдать, интересно, вот у шестилетних, например, примерно детей, очень часто видно, когда они очень сердятся и хотят успокоиться, они так вот сами сидят. Они как бы воспроизводят для себя вот это вот движение родителя, да. А потом, когда он станет еще старше, ему уже не надо будет вот так сидеть, он сможет уже внутренним, волевым усилием взять себя в руки, если даже ему хочется все разнести. То есть надо просто учить, сдерживать. Наказание тут неэффективное. То есть не нужно бить по попе, как мы говорим? Это никак ей не поможет выйти. Задача какая? Чтобы она от гнева перешла к слезам. Нет, ну если для нее достаточно, это просто как символическое, чтобы она сразу обиделась и стала плакать, ну ради бога. Но важно что? Что должен быть какой-то способ, чтобы ребенок перестал все разносить, а поплакал и расслабился. Но самое главное, что после этого очень важно установить с ним контакт. То есть проблемы когда начинаются, когда вот это закрепляется? Когда родители после этого конфликта начинают на ребенка дуться, обижаться, отталкивают его от себя, например, ты плакал, когда ложился спать, не буду с тобой сидеть и так далее. Вот этого не должно быть. То есть ребенок не справляется со своими чувствами, он не виноват, он просто маленький. Когда вы помогли ему справиться со своими чувствами, он побуянил, поплакал и расслабился, очень важно, чтобы вы полностью восстановили контакт, чтобы он у вас на руках утешился, чтобы его укачали, поцеловали, чтобы он понял, что... Вот главный вывод, который ребенок должен из трех лет сделать, что конфликт не разрушает отношения, что можно очень сильно поругаться, можно очень сильно друг на друга разозлиться, но продолжать друг друга любить и быть вместе. Буквально секунду я слышу, вообще большая, по-моему, техническая, да? У меня есть правильность? Друзья, буквально небольшая была такая пауза, у нас вынужденная, знаете, в прямом эфире бывает всякое. У нас возникли небольшие проблемы по звуку, но, в общем-то, я думаю, это нам никак не повлияет на ход нашей беседы. Ну что ж, следующий вопрос. Все понятно с ребенком трехлетним. Я сейчас, наверное, зачитаю похожую ситуацию. Здесь ребенок постарше. Я не знаю, что здесь можно добавить. Читательница наша очень волнуется, пишет следующее. У меня растет сын 11 лет. Она не знает, что делать, наказывать жалко, но по-другому не получается. Пыталась вроде бы объяснять, он делает вид, что понимает, но тут же делает то же самое. Что происходит у них? Протест, протест, еще раз протест. Кушать не хочу, руки мыть не хочу и так далее. Любит играться в компьютере. Агрессивен с детьми во дворе. Может и нецензурщина их послать, если что не по нему. В школе учится хорошо, но заставить его сесть за уроки стоит мне жизни. Неусидчиво огрызается, как волчонок на всех. Учишь, как себя вести, но все впустую. Ходили к психологу. Психолог вынес вердикт, что хороший мальчик, что вы от него хотите. Не наказывайте, не делайте замечания, вот что мне посоветовали. А как же так воспитывать без замечаний, спрашивает наша читательница. И добавляет, возможно, все проблемы в воспитании связаны с тем, что она воспитывает сына одна. Может быть, в этом дело. И просит вашу помощь. Ну, вообще, сразу возникает вопрос, а где, собственно говоря, папа и какие с ним отношения. Потому что то, что она описывает, это похоже на такое состояние глобального дискомфорта, постоянного стресса у ребенка. И очень часто это связано с тем, что родители в разводе, например, и папа либо очень мало появляется, либо какой-то продолжается конфликт между родителями и так далее. То есть тут надо, ну, я бы вот эту часть выяснила, просто тут про это нет информации. Вот. Может быть, частично такое состояние связано тоже с возрастными особенностями, потому что мальчику 11 лет при пубертат, то есть это время, когда начинается гормональный дисбаланс, начинается расшатывание, да, вот этого равновесного эмоционального состояния, идут гормональные выбросы, идут, соответственно, эмоциональные всплески, дисфории могут быть, то есть такие вот устойчивые состояния дискомфорта, когда все плохо, все раздражает, непонятно из-за чего, ну, вот какое-то такое общее, тоскливое раздражение такое. Можно ли воспитывать без замечаний? Ну, дело в том, что замечание же само по себе не работает, но то, что мы делаем кому-то замечание, это ничего же не изменит. Замечание работает когда? Когда между ребенком и взрослым есть доверие. Если есть доверие глубокое между ребенком и взрослым, тогда для ребенка слова взрослого важны и значимые, он искренне считает, что маму плохого не посоветует, да, и искренне старается сделать так, как она хотела. Если доверие по каким-то причинам нарушено, разрушено, то говори, не говори, это никуда не попадет, ни в какое, ни по назначению. То есть, может быть, имеет смысл подумать о том, ну, что происходит с доверием, что происходит вообще с контактом, с отношениями, насколько, может быть, все так увлеклись проблемами с воспитанием, что уже там давно как-то какого-то такого нормального близкого контакта не было. Может быть, там мама много работает, много нервничает, может быть, очень сильно переживает из-за каких-то конфликтов мальчика во дворе, в школе. И надо просто проанализировать ваше общение. То есть, если вы ловите себя на том, что 80-90% всех слов, которые вообще говорите ребенку, это замечания, претензии и требования, ну, да, ничего хорошего не получится. То есть, есть ли что-то, кроме-то вообще, вот этой борьбы постоянной? Есть ли отношения, есть ли доверие? У нас есть несколько вопросов одинакового характера. Екатерина Алексеевна пишет, какова роль формирования агрессивного поведения у детей и подростков средств массовой информации, как оградить ребенка от этого страшного потока? И, в общем-то, аналогичное мнение выражает Альберт из Москвы. Ребенку три года, они всячески пытаются оградить его, от телевизора, от их расстреляла и так далее, ставят ему добрые советские мультики. Вот. И пока у них все складывается нормально, но переживают, каким образом вот ограничивает информационный поток у ребенка, когда ребенку будут там 13-14 лет. Ну, надо понимать, что ограничить информационный поток только для ребенка не получится. Если у вас дома постоянно включен телевизор, если вы сами смотрите сериалы про бандитов и ментов, а для ребенка показывают советские мультики, номер не пройдет. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок не смотрел телевизор, не смотрите его сами. Другого рецепта просто не знаю. Нет, а каким образом тоже имеет смысл там ограждать ребенка от тех же самых игр, да, вот если... Вы не оградите его от потока, если в этом потоке живет вся семья. Если вы сами этим занимаетесь, если вы сами это часами играете, если вы сами этим подвержены, ребенок будет делать то же самое. если в семье не принято это, если это неинтересно всем, то у ребенка не будет особой потребности, да, он не... Ну, по большому счету, что нужно смотреть в этом телевизоре, там реально нечего смотреть. Нет, а среда не давит разуме ребенка? То есть у него есть сверстники, которые говорят, о, я посмотрел там тот, тот такой сериал. Среда, конечно, давит, и тут можно как решать вопрос? Если вас это не устраивает, можно либо возможно выбирать среду, да, ну, то есть разные тоже есть среды, там разные школы, разные круг общения. Можно у ребенка, чтобы у ребенка были какие-то другие сферы интересов, тогда у него будет авторитет у сверстников за счет чего-то другого, да, ну, может, он не смотрит телевизор, не в курсе сериалов, но что-то другое там знает, понимает, умеет, чего другие не знают, не понимают, не умеют. Можно договариваться с ребенком о каких-то рамках этого. По большому счету, если он смотрит какое-то что-то там, что смотрят все остальные, в этом никакой трагедии нет. Проблема когда начинается? Когда он не может жить без этого? Когда вот этот телевизор все время бубнит, когда семья не может поесть, чтобы не включить телевизор, не может провести вечер вместе, потому что им нечего вместе делать, кроме если выключен телевизор, то вот это уже катастрофа, потому что телевизор замещает с собой все остальное. И когда первое движение, придя в дом, это включение телевизора, если телевизор сломался, то все весь вечер злые маются, ходят и не понимают, что им просто нечем заняться. то вот это уже ситуация такая невеселая, да, этого просто не надо доводить. То есть, в принципе, в том, что у родителей ставят какие-то ограничения по тому, как там, что смотреть, когда смотреть, в этом нет ничего страшного. Просто я всегда предполагала, что чем больше ты допрещаешь ребенку, тем больше ему хочется, да, вот ты ему говоришь, не смотри вот это, потому что это плохо, тем у него рука тянется к этому компьютеру. Я не знаю, мне сложно, потому что у меня, например, нет никакой с этим проблемы. Мы не включаем его, и ребенок тоже не смотрит. И неинтересно, то есть она предпочтет книжку почитать не потому, что там мы запрещаем и что-то объясняем. Просто, ну, действительно, качество книжки выше для нее, чем... Может быть, если бы было какое-то другое телевидение, я не знаю, если бы там показывали целыми днями, вот, например, у нас Discovery, я не подключаю, потому что я понимаю, что если там будет Discovery, то мне будет уже сложно ее оттянуть. Вот, а то качество телевидения, которое мы имеем сейчас, ну, оно, в общем, не конкурент ничему. Поэтому не включайте, да и все, и ребенок не будет смотреть. Вопрос задает нам Александра Михайловна на следующую ситуацию. Людмила Владимировна, здравствуйте. Сыну 13 лет, мы переехали, и он пошел в новую школу. Периодически приходит с синяками, он на мои вопросы отвечает, что упал случайно в зале на уроке физкультуры. Но я понимаю, что это не так, как правильно действовать в такой ситуации, чтобы не навредить сыну, а наоборот, помочь. Еще раз, сколько лет? В 13 лет переехали в новую школу. В 13 лет, я думаю, надо просто ему время от времени говорить, что если ты почувствуешь, что не справляйся, дай знать, я помогу. Больше ничего не сделаешь. Вместо него, поверх его головы, идти разбираться может только хуже быть. Если бы маленький был, там другое дело. Маленький какой? Ну, там 8 лет, да, надо идти и самой, конечно, разбираться. А если 13, и он не жалуется, не просит помощи. Ну, единственное, я бы, ну, как-то так давал понять время от времени, что если ты почувствуешь, что ситуация как бы, ну, выходит из-под твоего контроля, что не справляешься, сразу скажи, не запускай, я помогу. Сегодня речь у нас не только о детской агрессии. Нам написала наша читательница Рита следующее. В последнее время становлюсь мега агрессивной в метро, если кто-нибудь заденет, даже случайно. Могу грубо что-нибудь сказать. Можно ли как-то контролировать свое состояние, чтобы не доходить до крайности? Никогда раньше не было такого, а сейчас, видимо, из-за стресса на работе я не могу держать эмоции в себе. Возраст не указан, но я думаю, что этот человек уже в более сознательном возрасте нам написал. Если такое раздражение, да, связанное с постоянным стрессом, то, конечно, работать надо со стрессом, да, а не пытаться еще добавить себе стресса, зажимая там и ругая себя за сами эмоции. Эмоция жена не просто так. Раз она лезет, значит, изнутри есть какая-то причина. То есть надо думать о ситуации на работе, как-то попробовать от нее дистанцироваться, да, как-то попробовать немножко мысленно сделать шаг в сторону и понимать, что, ну, какой бы там ни была, какая бы там ни была нервотрепка, оврал, там, конфликт или что-то еще, но это часть жизни, да, и там через пять лет это все не будет казаться таким важным. То есть я бы вот здесь работала с источником, потому что это не очень хорошо, когда изнутри раздирает стресс, а человек еще и себя стыдит за то, что он там как-то не то чувствует и не там, пытается еще и зажать. Это просто закончится все тем, что в тело пойдет. Вот. И параллельно, конечно, если стрессовая ситуация на работе, обязательно должны быть способы релаксации, да, то есть, ну, что там для кого, прогулки, чтение, бассейн, сауна, танцы, все, что угодно, рисование, все, что расслабляет, все, что, ну, как-то равновешивает эту ситуацию, да, дает какие-то силы, возможность перевести дыхание. Людмила Владимировна, буквально у нас осталось с вами пять минут. Вот. Вопросов еще достаточно много, но постараемся объять необъятность, что называется. На Ти пишет, жестокие не только молодые, но и взрослые. Такой концентрации злых и агрессивных людей, как в столице, нигде не встречала, хотя в других городах то же самое почти. Людмила Владимировна, почему, когда я приезжаю за границу, я такого не вижу, хотя прекрасно знаю английский и чувствую себя в чужой стране, как дома? Такое ощущение, что мы, русские, какой-то озлобленный и вечно недовольный жизнью народ. Или я ошибаюсь? Вот такое мнение вы сказали. Это довольно частое мнение. У меня тоже такой эффект наблюдается, когда приезжаешь в Россию и сразу какое-то ощущение напряжения, враждебности какой-то среды, даже если ничего плохого никто не сделал. Мне кажется, это связано с тем, что люди вообще, ну, как любые существа живые, они обладают агрессией. Агрессия – это не есть плохо. Агрессия – это прекрасное качество, которое позволяет живым существам, жить, бороться за свою жизнь, защищать свое потомство, защищать свою территорию, преодолевать трудности, добиваться целей и так далее. И эта агрессия, когда она нормально функционирует, то есть она свободно в обществе катается в каких-то цивилизованных формах, то она и работает как вода, которая крутит колеса жизни, и конкуренция на этом остается, желание успеха. Ну, то есть какие-то хорошие, полезные вещи. У нас мы имеем ситуацию очень много лет уже, очень много сотен лет, когда некоторые пути агрессии перекрыты полностью. Например, агрессия наверх, агрессия в адрес власти, перекрыта практически полностью. Как только малейший всплеск идет, сразу перекрываются каким-то очередным законом о митингах, или еще чем-то, сразу перекрываются клапаны. А когда перекрываются клапаны, что происходит? Оно идет, вверх оно не может, все перекрыто, и оно начинает распространяться во все стороны. Ну, некуда же деться, энергия куда-то должна деться. Оно начинает пропитывать все вокруг, всю социальную ткань общества. И мы начинаем дико злиться на тех, кто там рядом стоит в метро, потому что мы не можем направить по адресу. У нас нет, так же, как, я не знаю, типичный среднестатический человек злится на азиата, который рядом сидит в метро, почему он тут, азиат, приехал, но не допускает себе мысли подумать вообще, а как так устроено, что эти азиаты работают фактически на правах рабов, кто эту рабовладельческую систему сделал, кому она выгодна, кто ее содержит, кто ее прикрывает и так далее. Потому что, а как он подумает? Если он об этом подумает, то следующая мысль, а почему я ничего с этим не делаю? Если он ничего с этим сделает, то он огребет по полной программе, потому что цивилизованных способов нет, выборов нет, ничего нет. Ну, каких-то цивилизованных способов изменить ситуацию. Ну, не все готовы взять вилы и идти, ну, и слава богу. То есть получается, что эта мысль лучше ей не думать, потому что как только я подумаю о первопричине проблемы, я оказываюсь в азиатской ситуации, я ничего не могу сделать, я какой-то, получается, тварь дрожащая и вообще как-то очень плохо о себе начинаю думать. Поэтому лучше я буду злиться на азиата. Ну, вот он сидит и что, никуда не денется, да, он слабый, он так испуганный, да. Я буду его ненавидеть, я буду долго дома рассказывать, вот там какие они такие-сякие, немазанные, сухие. Я думаю, будут заряжаться вот этой вот агрессией, там, ненавистью, да, зыркает на него и так далее. То есть это, ну, это не только на азиатах, на всех распространяется, да, там, москвичи на приезжих, там, приезжие на москвичи, там, глубинка на москвичей, там, эти на этих, эти на этих. То есть это перекрыто сверху, и поэтому оно расползается вот вовсюду. И тут не будет никакого другого варианта, кроме как пока мы вот эти клапаны не проработаем наверх, да, пока у нас не появятся цивилизованные способы воздействовать, да, и решать свою агрессию здоровым образом, использовать как колесо жизни общества, да, чтобы был не застой, а чтобы было движение. То есть я правильно знаю, что выхода нет пока, и, собственно говоря, как мы были озлоблены, так? Пока мы не наладим у себя механизм обратной связи. У нас перерезана обратная связь, да, мы никак не можем воздействовать наверх. Вот пока мы не восстановим тем или иным способом механизм обратной связи, который существует, да, вот в тех странах, где хорошо. Ну, как бы и так и будет, потому что, а куда ей деваться? Мы же живые существа, мы пока же живы, мы агрессивны. Либо мы эту агрессию, как реку, пускаем, и она вертит колеса, и у нас все работает и живет, либо мы ее запираем, и тогда, извините, мы получаем потоп о половодье, когда она везде и подмывает дома, да, то есть такая же ситуация. Ну что ж, время нашего эфира подошло к концу как-то, не знаю, по-моему, абсолютно быстро и непредсказуемо. Не хотелось бы мне заканчивать вот на такой ноте. Я бы хотела, знаете, Людмила Владимировна, наверное, резюмировать вот вкратце, да, все, что мы сказали. Все-таки если родители столкнулись с тем, что их ребенок агрессивен, как-то проявляет жестокость, то вот прям по пунктам можно как-то, так скажем, резюмировать, что нужно делать? Знаю, там, а, идти к психологу, а, б, разговаривать и так далее. Прежде всего нужно подумать о том, если агрессия ребенка воспринимается как необычная, слишком сильная, неадекватная ситуация, нужно подумать о том, что у ребенка с безопасностью, да, по каким причинам, нет ли каких-то причин, по которых он может чувствовать себя не в безопасности, в семье ли, в школе ли, да, то есть надо вот прежде всего про это посмотреть, да, насколько он может быть спокоен, насколько вы для него являетесь источником защиты, насколько он обращается к вам за помощью, насколько он понимает, что в случае чего вы за него горой встанете и его не сдадите, да, вот это первое важно. Когда дети успокаиваются, они обычно и меньше агрессивны. Если речь идет о группе, да, которая вот, ну, как-то вот сел на эту кочергу кого-то травить, да, кого-то, надо думать о том, кто будет лидером этой группы, да, кто из взрослых возьмет на себя ответственность, чтобы исправить этот нездоровый климат, вылечить от этой болезни, да, жестокости, травли и так далее. Без этого никак. Если, ну, совсем не получается, значит, надо ребенка забирать из такой группы, да, если нет такого взрослого и никак никто не хочет это делать. Если вдруг у ребенка начались такие игры, проявления, да, ну, вообще надо, ну, вот не было никогда, да, и вдруг началось, и при этом вроде как в его прошлом опыте ничего такого не было. Ну, надо внимательно подумать, там, нет ли действительно каких-то таких пугающих его обстоятельств, может быть, что-то, что вы не знаете, то есть как-то поговорить про это, вообще как-то внимательнее отнестись к нему, да, побольше, может быть, с ним времени, чтобы посмотреть, не случилось ли чего-то, или, может быть, он боится, что что-то случится, да, что может вот так вот проявляться. Ну, это основные, наверное, такие вещи. Спасибо вам огромное. Мне бы хотелось, чтобы вы что-то пожелали тем, кто нас сейчас смотрит, кто будет смотреть потом. Дружить с своей агрессией – это, в общем-то, хорошая штука, если с ней, как, уметь обращаться. Спасибо огромное. Друзья, спасибо, что вы были с нами, задавали свои вопросы. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok